Знаете, в IT-комьюнити ходит очень много разговоров за то, как даже Linux наконец-таки заменит Windows по той причине, что он и легче, и удобнее, и функциональнее, и в принципе он бесплатный. Но в этом видео я хочу рассказать, почему Linux никогда не заменит Windows в пользовательском сегменте. Всем привет, с вами Галай, ну а мы и начинаем. Я составил целый список причин, почему Linux никогда не победит Windows, и самая первая из них, по моему мнению, является самой главной особенностью Linux, а именно его права доступа и функционала. Да, это звучит немного странно, почему такие классные вещи, как возможности и доступа, являются тем, почему Linux никогда не заменит Windows. Да, как бы странно то не звучало, но именно это, по моему мнению, одна из самых главных причин, почему это не произойдет. Стоит понимать то, что функционал, это, конечно, круто, но в Linux запуском всего лишь одной команды, ну или парой команд, мы можем не просто поменять настройки операционной системы, мы можем половину операционной системы просто снести. В Linux можно поменять графическую оболочку, что просто фантастическое для многих пользователей. Там можно, в принципе, снести графическую оболочку, после чего вы запустите свой компьютер, и вместо привычного рабочего стола вы увидите просто огромный терминал. Вы можете пересобрать ядро операционной системы, вы можете удалить важные пакеты, без которых не запустится каждое второе приложение на вашем Linux. Это слишком большие доступа для обычного пользователя, и это стоит понимать. То есть, если у какого-то человека не запустится какая-то программа, и он начнет гуглить в интернете, а как же мне это запустить, как же мне это решить, и кто-то ему посоветует запустить пару хитроумных команд в своем терминале, после запуска которых у него снесется проект в плейн операционной системы. Мягко говоря, это будет очень грустно для этого человека. Имея многолетний опыт, я вам честно могу сказать, что пользователи очень любят нажимать на какие-то странные не те кнопки на своем компьютере. И сложно за это винить, когда ты не знаешь, как что-то работает. Самый интересный способ – это просто на это потыкать. И вот этот способ потыкать в Windows очень сильно ограничен. Ты с большим трудом можешь что-то действительно так натыкать, чтобы там вообще что-то сломать. Да, там можно удалить какие-то важные файлы, если зайти в командную строку, запустить от администратора, докопаться до этих файлов. И то, на самом деле, Windows в большинстве случаев не даст себе этой возможности или не даст удалить какие-то определенные файлы, из-за которых Windows вообще не запустится. В Linux, пожалуйста, все, что ты хочешь. Ты хочешь удалить плейн операционной системы – это легко. Просто введи свой пароль root-пользователя и готово. Вторая причина в списке, но не вторая по своей важности – процесс установки программы. Давайте-ка припомним, как этот процесс происходит в Windows. На сути, на Windows у нас есть только два пути. Мы либо качаем экзешник с какого-либо сайта, либо устанавливаем программу через Microsoft Store, если кто-то им вообще пользуется. Ну, в целом. Есть, конечно, еще MSI-пакеты, но, по сути, они от экзешников для обычного пользователя ничем не отличаются. И как происходит процесс установки программ на Linux? Ну, к сожалению, тут не все так гладко. Вместо того, чтобы просто скачать любой файл, нажать на него два раза, далее, 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 и вуаля, у нас появляется иконка программы на рабочем столе, первое, с чем мы сталкиваемся – это с разновидностями пакетов под Linux. Существует не только экзе, есть какие-то деп-пакеты, мы можем установить программу через APT, мы можем установить программу через DPG, мы можем установить программу через Pacman, если у нас Arch Linux, мы можем установить через какую-нибудь Ubuntu Store, если у нас Ubuntu, но в половине случаев почему-то этот Ubuntu Store не запускается, либо что-то оттуда не скачивается. Это невозможно сложно для обычного пользователя. Это просто мозг обычных пользователей, он ломается в этот момент, он не выдерживает этой нагрузки. Даже мозг людей, которые к этому привыкли, это не всегда выдерживает, ибо мало разобраться с тем, какой формат файла вы скачали, или как конкретно нужно установить эту программу. Нужно еще правильно прописать команды, чтобы установить зависимости к этой программе. Ведь они не лежат внутри этого пакета, они существуют где-то абстрактно на интернете, и вы сами ручками в половине случаев обязаны устанавливать. Даже в тех случаях, когда поставщики программ поставляют условный экзешник, то есть файл, который достаточно просто двойным кликом нажать, и там также появится красивое окно, по типу далее, 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 даже в этом случае вы должны зайти в свойства этого файла и поставить галочку с тем, чтобы сделать его запускаемым. Иначе Linux его просто не запустят в целях безопасности. Дескать, вы не указали, что мы его можем запустить, значит, я его не могу запустить. Нет, все, крах. Вот просто после этой второй причины уже даже можно останавливаться. Я, конечно, понимаю, то, что сейчас очень много программ существует у нас в веб-пространстве, и вообще у нас супер-будущее, VR-очки и шлемы, и зачем кто-то качает софт, если можно перейти на сайт. Но, будем честны, большинство из обычных пользователей по сей день любят пользоваться обычной софтимой. То есть они не хотят открывать Skype в браузере, они хотят скачать Skype. Если вам нужно скачать Skype на Linux, это прям целый челлендж. Третий пункт, который связан со вторым, но все-таки является отдельным. Наличие тех самых программ. Да-да, на Linux по сей день нет ни одной из программ Adobe, то есть это вам не Premiere, не Photoshop, не After Effects, там нет какого-нибудь AutoCAD, там нет пакетов программ Microsoft Office, некоторые программы, с которыми там есть, к примеру, DaVinci Resolve, не работают на встроенной графике, то есть если у вас ноут, в котором стройка от условного интла, то он просто не запустится. И много таких но. Да, конечно, крупные фанаты Linux сейчас начнут мне пояснять, то что знаете, у нас есть аналоги, зачем вам Photoshop, у нас есть бесплатный GIMP, зачем вам какой-нибудь iDop reader, у нас есть другой reader. Но, будем честны, далеко не всегда этим софтом в принципе удобно пользоваться. Привыкнуть к условному GIMPу после Photoshop, даже мне бывает сложно. И нет, это не потому, что в GIMP нету каких-то особых функций, которые я пользуюсь, или он чем-то хуже. Нет, GIMP просто другой. То есть, поймите меня правильно, когда вы годами пользуетесь какой-либо программой, тем же самым Photoshop, в моем случае, да, пускай даже на малинском уровне, вы привыкаете просто ко всем комбинациям, которые там существуют. Тут я нажал Ctrl, тут я нажал Alt, этой функции я делаю то, этой функции я делаю все, и вы годами просто прирастаете к этой софтине. И тут вам дают что-то другое, которое имеет совершенно другой функционал. То есть, вам нужно вот отлепить все эти ваши щупальца, которыми вы приросли к тому, что было, и как-то перелепить их к совершенно другому. Возможно ли это? Ну, конечно, возможно, но это дико противно. Конечно, в данном случае в ZDOS-иту Linux можно сказать то, что напротив, на Linux есть куча-куча самопильного, самобытного и бесплатного софта, которого на винде и в помине нет и никогда там не появится. И да, и нет. Этот софт полезен, да, он существует, да, но будут ли им пользоваться обычные пользователи? Нет, это не софт для обычных пользователей. Для обычных пользователей существует фотошопчик, но его на Linux нет. Ну и заключительное. Игорь тонет. Помогите, спасите! Кринь, что с тобой? Для тех, кто понял, тот понял, а для тех, кто не понял, объясню поподробнее. На Linux практически нет никаких игр. Да, туда перенесли самые популярные тайтлы по типу Дока 2, какого-нибудь Counter-Strike и некоторые еще специфичные игрушки, но это ни в какое сравнение не идет с библиотекой игр под винду. И давайте не будем забывать, что виндусовый комп далеко не в последнюю очередь покупается людьми просто, чтобы получить наслаждение от виртуальной реальности, от этих ваших цветных пикселей. Да, и на Linux это сложно сделать. Это просто-напросто сложно сделать, и ситуация мало чем поменяется, по той причине, что на Linux мало пользователей, и именно поэтому разработчики игры не создают на Linux новые игры, но из-за того, что на Linux нету новых игр, им пользуется мало людей, и это вообще такой, знаете, замкнутый круг. Примерно так же происходит и с пакетом программы Adobe и прочим софтом. Вот и выходит, что либо Linux должен перестать быть самим собой, а именно отказаться от такого функционала, сделать процесс установки программ проще, может быть сделать какую-то одну универсальную графическую оболочку, или очень сильно ее привязать к операционке, чтобы ее нельзя было снести, ну, по сути, просто стать виндой. Либо Linux никогда не победит Windows в пользовательском сегменте. Да, Linux давно победила в серверах, Linux давно победила в формате андроида, то есть Windows фоны мертвы, вряд ли когда возродятся. Но в формате пользовательских компов я не думаю, что Linux хоть когда-то сможет заменить Windows просто из-за его идеологии. Это, по-моему, невозможно. Скорее появятся какие-нибудь новые VR-шлемы с какой-то кардинально новой операционной системой и появится новый игрок на рынке по типу Швинукс, который сделает что-то новое с такими же ограничениями. Это тоже станет гиппопулярно. И компы канут в лету, и все перестанут ими пользоваться и забудут, что такое Windows как страшный сон. Но это уже другой разговор, и будет интересно, если вы напишите об этом в комментариях. Ну, а с вами был ваш покорный слуга Галай, и до встречи в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok